О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Интерконтинентальная атака. Кто в списке погибших в Кабуле украинцев? Где находятся выжившие? Что говорит отечественный МИД? Свободный доступ. Почему в Днепре купить наркотики не составляет труда? И кто борется с преступниками? Шатдаун продолжается. Сенат США перенес голосование за бюджет. Сколько еще правительства будет неудел? Жертвами теракта в Кабуле стали 7 украинцев. Их личности уже установлены. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Всего в результате нападения на отель Интерконтиненталь погибли 30 человек. Почти половина из них иностранцы. Украинский дипломат уже прибыл в Кабул. На данный момент решается вопрос о переправке на родину, тел погибших и возвращении украинцев, которые проживали в отеле. Подробности в нашем сюжете. Выбитые окна и почерневшие от копоти балконы. Так выглядит отель Интерконтиненталь после вчерашнего теракта. На крыше афганская полиция. Всех, кому удалось спастись после нападения, это около 160 человек, эвакуировали только рано утром после спецоперации и ликвидации террористов. Пострадавших доставили в больницы. Мы прятались в комнате и вдруг террористы открыли огонь прямо по нашей двери, выломали ее. Они вбежали в комнату и начали стрелять. Я подбежал к окну и выпрыгнул. До сих пор не верю, что мне удалось выжить. Мишенью террористов были в основном иностранцы. Очевидцы рассказали, что трое вооруженных мужчин стреляли выборочно. Все время переспрашивая, где иностранцы. А когда один из постояльцев сказал, что он афганец, не тронули. Среди погибших 14 граждан разных стран. Из них семеро украинцы. Мы другую неделю почти беспрерывно работаем по тому, что произошел в Кабуле этот ужасный террористический акт. На сегодня мы можем подтвердить это в жизни семьи украинцев. На жаль, у нас есть побоевания о возможной большей количестве жертв. Мы очень сильно работаем с афганской властью. Конечно, наши консулы работают на месте. Личности погибших украинцев уже установлены. Их имен МИД пока не разглашает. Это пятеро мужчин и две женщины. По предварительной информации, все они работали в афганской компании КамЭйр. Но близкие друзья погибших в соцсети уже написали, что среди жертв две стюардессы. Ребята, не стало двух прекрасных молодых девочек. Катя Пасинчук и Иры Медичевой. Вечная им память. В комментариях к этому сообщению также выложили снимок еще одного погибшего украинца Романа Власова. Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк уже прибыл в Кабул. И сейчас на месте занимается вопросами возвращения украинцев домой и переправки тел погибших. До среди в Кабулі остается близко 10 граждан Украины. В целом было приблизительно 35 человек. Все повернутся на Батьковщину. Те, кто сейчас находится в Афганистане, в Кабулі, они находятся в безопасном месте. В частности, частина на військовой базе, інша в готелі під охороною місцевих правоохоронних органів. В іншому готелі, не в тому, який було атаковано. Ответственность за теракт взял на себе Талибан. Террористы четко спланировали нападение и проникли в отель «Континенталь» через кухню накануне вечером, когда постояльцы ужинали в ресторане. Как боевикам удалось обойти охрану и беспрепятственно пройти в здание, еще предстоит выяснить следствию. В то же время очевидцы утверждают, что они заказали еду и сели за стол, а потом вытащили оружие и открыли огонь. При этом не щадили ни женщин, ни детей. После расправы в ресторане побежали по комнатам и стреляли во всех, кто попадал под руку. Операция по ликвидации террористов длилась почти 12 часов. Афганской полиции помогали военные и международных сил содействия безопасности. Анна Ильиних, Алиса Орлова, подробности, телеканал «Интер». В зоне АТО потери в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. После небольшого затишья боевики активизировались на всех направлениях. В ход идут минометы с запрещенных калибров. С начала суток уже шесть обстрелов. На передовых позициях побывал Руслан Смещук. Светлодарская дуга, передовые позиции. Вдали на горизонте с сериями звучат взрывы. Военные рассказывают, боевики постоянно провоцируют и пытаются вызвать ответную стрельбу. Проводят, так сказать, разведку огнем. Основная цель, в первую очередь, разведка. Определение наших позиций. Определение, какие наши огневые средства. Сколько человек у нас дежурят. Где, когда сменяются. Как мы себя ведем при обстрелах. Слаженность наших действий. Слаженность действий между различными позициями. Особенно активны боевики ночью. Впрочем, при непосредственной угрозе для жизни армейцы не молчат. Это видео сняли сами военные. Победа, если ушли, поставим их в бою. Бывает, выходят. Дорогая группа. Часто нам это заить? Тут не часто, на других вопах больше. Ну, что, даем отпор. Доклад. И с разрешения огонь на поражение. Выстрелы производят и сразу прячутся. Сделали выстрелы. Спрятал. Еще один противник холод и гололед. Еще вчера тут шли проливные дожди. А сегодня земля уже промерзла. Укрытие хорошее. Они тепленькие. Буржуки здесь стоят. Ну, здесь на наших позициях даже. Умудряемся даже колориферы ставить. Обшитые нормально. Опа. Только и успел схватить. В нескольких километрах от передовой Новолуганское село постоянно страдает от обстрелов боевиков. Повреждений очень много. Крыш побито очень много. Как бы, ну, на первый взгляд, крыша вроде целая. Там осколками она пробита насквозь. Зафиксировано более 400 адресов повреждений. Для ремонта поврежденных домов периодически выделяются стройматериалы. Целлофан, стекло, фанера и доски. Но этого явно не хватает, сетуют местные жители. Я сразу написал заявление, ну, все, сфотографировал. Последний день дают. И никак не можем выбить. Материала нет. Ни USB, ни шифера. Ничего нет. Хуже всего тем, кто не успел или не смог заделать крышу. Из-за осадков и зимней непогоды их дома продолжают разрушаться. Это прямое попадание снаряда. Вот мы отсюда груду вынесли всего. Как ветерок, весь шифер, все валится сюда. Местная власть надеется на ЧАЭС без помощи спасателей дома до весны не отремонтировать. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Обсудить конфликт на Донбассе на наивысшем уровне смогут уже в феврале. Об этом во время ежегодного отчета заявил министр иностранных дел. Павел Климкин анонсировал встречу глав МИД в рамках нормандской четверки. Кроме этого, по словам Климкина, вскоре может состояться встреча спецпредставителя США по вопросам Украины Уолкера и советника президента России Суркова. Ну и вы, конечно, знаете, что в ближайшие дни специальный представитель Украины США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом мы сможем использовать в том числе и новые санкции Соединенных Штатов. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были разместены и с боку Соединенных Штатов, и с боку Европейского Союза, и с боку всей Великой Симки. Но перед встречей с Сурковым Волкер посетит Украину. Визит ожидают в конце нынешней недели. Об этом заявила наш представитель в трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская. По ее мнению, главной темой переговоров Суркова и Уолкера станет введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Принятый недавно закон о реинтеграции Донбасса будет подписан. Об этом заявил президент Петр Порошенко на мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины и столетия провозглашения независимости Украинской Народной Республики. По словам президента, документ не противоречит минским договоренностям и позволит вернуть оккупированной территории под суверенитет Украины. Также Петр Порошенко с супругой возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому и вручил украинцам государственные награды. Если бы наши славные предки далекого 2018 года не посеяли зерна идеи независимости, она бы никогда не разрослася до почти одностайной поддержки на референдуме 1991 года. По случаю Дня Соборности на границе с оккупированным Крымом развернули самый большой в мире украинский флаг. Его площадь более 2000 квадратных метров. Такой флешмоб организовали общественные организации «Батьковщина молодая» и «Юкрениенс». К акции присоединились более 10 тысяч человек из разных стран, среди участников даже парламентарии Канады, Австралии и Венгрии. По словам активистов, акция символизирует единство Украины в борьбе за Донбасс и Крым. Российский вопрос был одним из главных на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Зимняя сессия ПАСЭ стартовала сегодня в Страсбурге. В день открытия избрали и нового главу организации. Кто стал новым президентом и отчего от него ждать в контексте решения украинских вопросов, расскажет Ирина Иванова. В новый сессионный год с новым президентом парламентская ассамблея Совета Европы выбрала главой итальянца Микеле Николетти. Он был единственным кандидатом от партии социалистов. По договоренности политических групп, именно ее представитель должен главенствовать в ПАСЭ на протяжении следующих двух лет. 61-летний политик Николетти, доктор философии, возглавляет итальянскую делегацию и самую большую парламентскую группу в ПАСЭ. Он поддерживал проукраинские резолюции и продление санкций против российской делегации. В то же время Николетти выступает за диалог с Москвой и единство всех членов Совета Европы. Именно он осенью представил доклад, который призывает к равенству прав всех стран-членов. Многие посчитали это шагом к возвращению российской делегации в ПАСЭ. В декабре бюро создало специальный комитет. Основная мета – это на основе порады, рекомендаций этого комитета, потом запустить процесс изменений к регламенту и сменить регламент санкций относительно парламентских делегаций. Моя группа либералов категорически против этих изменений. Я знаю, что консерваторы категорически против этих изменений. Поэтому это будет дать минимум полгода, год эта борьба. Я думаю, что россиян мы за этот час тут не увидим. Но речи о снятии санкций с России без выполнения резолюции ПАСЭ с ее стороны быть не может. Разговор о том, что этот комитет представляет угрозу возврата Российской Федерации без какого-либо прогресса по обязательствам со стороны Российской Федерации. Я считаю, что это не соответствует действительности, что это опять обвинение в подковерной игре, которое не существует. Новый год в ПАСЭ действительно начался без участия российской делегации. Москва бойкотирует заседание в Страсбурге после того, как в 2014 году ассамблея урезала права представителей РФ из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Летом прошлого года Россия начала шантажировать Совет Европы, прекратила финансирование до полного восстановления полномочий. Если мы вернем российскую делегацию в ПАСЭ, то станем частью пропагандистской игры. А мы этого не хотим. Потому что кем нашу организацию будет считать вся Европа? Они подумают, что мы слабая организация, которая не уважает свои базовые принципы. Одна страна-член Совета Европы не может просто отобрать часть другой. Будут говорить о России и завтра. После полудня на дебаты вынесут вопрос гуманитарных последствий войны на Донбассе. Также косвенно Украина может коснуться вопрос о защите региональных языков в Европе. Его тоже рассматривают завтра. Украинские делегации подчеркивают, будут использовать все европейские возможности, чтобы отстоять национальные интересы Украины. В том числе вопрос о поиске новых рынков для продажи украинской продукции в мире. Наша мета поляга в том, чтобы консолидовать, использовать любые европейские возможности для отстойивания национальных интересов Украины. Право украинцев на работу, на зарплату, чтобы реализовывать тут свою продукцию, а не сыровину. Мы хотим довести и другие. Что Украина – это наиболее сильная страна с большим потенциалом и большими возможностями. И что с нами можно иметь справу, но и говорить на уровне. Также украинские депутаты выступают за улучшение имиджа Украины в мире. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. А у Брюсселя завтра обсудят механизм отмены без виза третьим странам. У кого какие перспективы узнавала наш брюссельский корреспондент Елена Абрамович. Никакого без виза пока Евросоюз не придумает, как его быстро отменить. Так звучало задание, над которым Брюссель работал почти весь 2016 год. И из-за которого тормозился украинский без виз. В итоге решили приостанавливать свободное пересечение границы будут по нескольким причинам. Резкого возрастания количества мигрантов или сворачивания реформ, которые страна обещала внедрить на пути к без визу. И вот рабочая группа дипломатов собирается уже завтра. К Украине претензии из-за закона об антикоррупционном суде. В основном это те же замечания, которые делала Венецианская комиссия. Но ни Грузии, ни Украине до сих пор не угрожали приостановлением визовой либерализации ни со стороны Еврокомиссии, ни со стороны государств-членов ЕС. Пока из Брюсселя идут только замечания. Мол, странам нужно больше работать, чтобы сохранить без виз. Если к Украине есть вопросы по антикоррупционному законодательству, то Грузии недовольны из-за роста заявок на получение статуса беженца от граждан этой страны. Именно это собираются завтра обсудить. Но угроз о перестановке без виза пока ждать не стоит. Ведь для этого нужны еще и результаты годового мониторинга. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Украина должна МВФ более 12 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий. Он отметил, что на сегодня перед Международным валютным фондом у НБУ есть обязательства на сумму более 7 миллиардов и около 5 у Министерства финансов. По словам Чурия, за последний год резерв Нацбанка увеличился практически до 19 миллиардов долларов. Долг перед МВФ растет вместе с инфляцией, курсом доллара и тарифами. А Нафтогаз тем временем продолжает наживаться на украинцах. Так считает нардеп Сергей Каплин. Он заявил, что НАК проворачивает коррупционные схемы. Речь идет о возмещении стоимости газа, который Украина предоставила предприятию из госрезервов. Сумма, которую Нафтогаз обязан возместить, превышает 12 миллиардов гривен. Однако, по словам Каплина, возвращать деньги в бюджет монополист не спешит, хотя в его отчетах грандиозные прибыли. Нафтогаз протягом последних кількох годов вкрав украинских платников податков в государственном предприятии Держрезерв 12,5 миллиардов гривен, або 1,3 миллиарда кубометров газа. Им своего часа было передано именно такой объем газа, за который они должны бы сплатить деньги. Сплатили они только третину миллиарда, 369 миллионов. Это было сделано, чтобы простые украинцы, анализируя звезды Нафтогаза, видели там позитивные показатели. Только последний год закончили они с многимиллиардными прибытками. Я уверен в том, что мы должны ликвидировать эту прокладку. А вот о миллионных премиях в Нафтогазе помалкивают. Напомню, несколько месяцев назад вокруг предприятия разгорелся очередной скандал. Стало известно, что менеджеры компании получили премии в размере 20 миллионов гривен. При этом в финансовом плане на этот год выплата бонусов составляет 720 миллионов. И повышение зарплат сотрудникам не меньше, чем вдвое. Тем временем цена на газ для населения выросла в 4 раза. Разблокировать Америку Конгресс США смог преодолеть разногласия и утвердить временный бюджет страны. А значит, остановленный шатдаун, из-за которого 850 тысяч чиновников отправили по домам. Дмитрий Анопченко с последними новостями из Вашингтона. Субботу и воскресенье страна еще спокойно пережила. Все-таки выходные, а вот понедельник выдался тяжелым. Сложно, когда государственная власть парализована. Чиновникам сказали сидеть по домам. Госдеп и Пентагон отменили публичные мероприятия. Белый дом поставил на паузу работу больше тысячи сотрудников президентской администрации. В том числе и тех, кто визит Трампа в Давос готовил, а вылетать уже в четверг. Остальным разрешили прийти в офис, но только на 4 часа. Забрать бумаги и оставить голосовые сообщения на автоответчиках рабочих телефонов. Спасибо, что позвонили в Белый дом. К сожалению, сегодня мы не можем ответить на Ваш звонок. Потому что демократы в Конгрессе держат финансирование правительства в заложниках. В том числе нашей армии и национальной безопасности. И мы закрыты из-за шатдауна. Равно в полдень, это было 7 вечера по киевскому времени, здесь в Капитолии народных избранников собрали на заседание. И упрашивали хоть как-то договориться, хоть как-то проголосовать за бюджет. Хотя бы временную смету страны утвердить, чтобы в Америке опять все заработало. Конгрессмены шли на работу с хмурыми лицами. Обсуждая по дороге, мол, люди и так нас недолюбливают, а тут еще полная заморозка. А ведь сегодня даже символ Америки, статую свободы, для посещений закрыли. Сообщив туристам, записавшимся за несколько месяцев для посещения достопримечательности, мол, ваши билеты аннулированы. Что вы хотите? Шатдаун. Так что в Конгрессе все опять скатилось к вечному противостоянию между Дональдом Трампом и его противниками-демократами. Те, в принципе, готовы проголосовать за бюджет, готовы разблокировать правительство, но при условии, что администрация смягчит свою позицию по мигрантам. У Дональда Трампа есть встречные условия. Ну а вы тогда профинансируйте строительство моей стены на границе с Мексикой. И это никого не устраивает. Вот все опять и забуксовало. Дискуссии в зале жаркие, но еще больше градус эмоций на переговорах за закрытыми дверями, которых не видит пресса. Как признаются сотрудники Конгресса, демократы согласны уже и визовую лотерею отменить, и дать силовикам больше прав для депортации нелегалов. А вот стену Трампа финансировать не хотят. Не верят, что ее вообще можно построить. А Дональд Трамп по-человечески обижен. Сорванный праздник – это для него личное. И вот буквально только что, когда вывоз был уже в эфире, эта долгая история нашла свое неожиданное завершение. Многие опасались, что шатдаун затянется. Многие с ужасом вспоминали 96-й год, когда страна 21 день была парализована. Но вот только что в Сенате объявили, что все-таки пришли к соглашению, проголосуют и правительство будет разблокировано. Как минимум до 8 февраля, когда демократы и республиканцы опять соберутся для того, чтобы поговорить на сей раз уже не о временном бюджете, а о бюджете страны на 18-й год и опять схлестнуться в спорах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Это подробности и вот что у нас во второй части программы. Дожить до хосписа, почему пожилым и тяжелобольным в Закарпатье попасть в лечебницу практически невозможно. Коалиционный план немецкой политики начали формировать правительство. Какие вопросы придется согласовывать? Комитет избирателей Украины ежегодно составляет свой рейтинг губернаторов по итогам. 2017 года лидирует глава Харьковской области. Первенство Юлия Светлична сохраняет второй год подряд. В тройку лучших губернаторов также вошли глава Тернопольской и Винницкой областей. Тернопольское руководство провело эффективную децентрализацию, а Винницкая преуспела в инвестиционных проектах и создании новых рабочих мест. Составляя рейтинг, эксперты анализировали экономическое развитие регионов и мнение общественности. Учитывали также географическое положение. У Харьковской области оно не простое, но и в таких сложных условиях губернатор Юлия Светличная сумела вывести регион на первую позицию. Показатели говорят в КИУ ее международная активность, развитие промышленности и рост темпов строительства в области. Есть ли столь ощутимые успехи? Мы поинтересовались у политологов. ОДАВ даётся переконывать международную спільноту в безопасности региону. Один из ключевых достигений, как я уже зауважил, это было залучение инвестиций на строительство, на строительство двух станций Харьковского метрополитена. Серед плюсов – ремонт дорог области. Мы предоставляем качественную взаимодействие с областной радой. В частности, факт принятия областного бюджета без никакого голоса против. Там строится метро, мосты, инфраструктура, повышаются зарплаты. Вот то, что люди как бы, не только эксперты, не только политики, но и люди ценят. Дальше, мне кажется, сыграло роль, что Светлична была инициатором части таможенных сборов направить на строительство дорог. Вот и сдвинулась вот эта строительство дорог Харьковской области за счет вот этого эксперимента, инициативы, которую лично так вот добилась губернатор. В Харькове судят производителей суррогатного алкоголя. В 2016-м в области от него умерли 60 человек, а в целом по Украине больше 70. Сейчас на скамье подсудимых трое харьковчан их считают организаторами подпольного производства. Чем закончилось сегодняшнее заседание, знает Светлана Шекера. Тамара Борисовна приехала в суд из села Иванчуковка Изюмского района. В сентябре 2016-го ее сын купил в сельском магазинчике бутылку коньяка ко дню рождения. На следующий день умер. Магазин по-прежнему работает. Они даже извинения не попросили, вы представляете? Не попросили, они не виноваты. А я бачила самолично, как в ту ночь, когда моего сына повезли на Харьков, они вывезли алкоголь. Только в Иванчуковке от суррогата умерли три человека. Всего же осенью 2016-го от отравления суррогатным алкоголем в Харьковской области скончались 48 человек. Сегодня на скамье подсудимых трое подозреваемых в организации производства фальсификата. По данным следствия, суррогат убил 12 человек. Семеро отравившихся выжили. Они брали метиловый спирт, разводили его обычной водой, в пляшки добавляли коньячную эссенцию, то есть сделали из него как-то коньяк, разливали или в тетропаке, или в обычные пластиковые пляшки и продавали через почту. Подсудимые все отрицают. Один из них Артем Тесленко объясняет, сам спортсмен алкоголь не продавал, а то, что нашли у него дома, это заготовки ко дню рождения. Я не участвовал ни в каком производстве. У меня дома могла находиться моя водка, которую я лично употребляю. Смотрите, у меня день рождения 30 сентября, а приняли меня 27-го. Как вы думаете, у меня должна находиться какая-то алкогольная продукция? Ярослав Артюх, таксист, который доставлял суррогат в магазины. Вы понимали, что вы везете? А ты нашла и должен. Алексей Шаустюк, лидер группы, и по данным следствия, именно он наладил из Северодонецка поставки метилового спирта, из которого делали водку. Мы не делали ему, фискальная служба просто всех побила, все подписали, все, и сидим тут 16 месяцев. Что, не знаете, как это делается в нашей стране? Два человека на нас указала, что одни брали якобы у нас, и все, мы теперь посидим, сидим. Рассматривать дело по сути сегодня так и не начали. Не явился один из защитников. Кроме этих троих подозреваемых, отвечать за смерть людей будут и продавцы. Около десятка уголовных производств уже рассматривают районные суды. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Купить наркотики без проблем можно в Днепре. Объявления в городе едва ли не на каждом шагу. И это при том, что область в тройке лидеров по количеству наркозависимых. На учете сейчас около 6 тысяч человек. Кто и как борется с продажей зелья, расскажет Елена Миндалюк. Центр Днепра. Здесь чуть ли не на каждой стене и заборе. Адреса, где можно достать дурман. Надписи есть даже на фасадах, админздании, судов. Но больше всего их возле университетов. В объявлениях прямо предлагают синтетический наркотик в ассортименте. Спайс, амфетамин, ЛСД. Ну вижу везде, постоянно, на всех заборах. Это некрасиво, это надо убирать, конечно. Я учусь в строительном институте, есть у меня одногруппники, которые даже в наркотических больницах вот этих лежали, лечились уже в свои 17-18 лет. Из-за такой доступности наркотиков для молодежи, говорят медики, зависимых с каждым годом все больше. У нас сегодня большое распространение молодежного наркотика. Молодежный наркотик – это спайсы. 15 подростков после Нового года находятся в нашем реабилитационном центре. Это с 11 до 18 лет. На борьбу с распространением дурмана выходят горожане, вооруженные баллончиком с краской. Зарисовывают объявления о продаже зелья. Рейды проводят каждый месяц. За день удается уничтожить сотни надписей. Проблема носит катастрофический характер, потому что весь центр, все жилмассивы исписаны, они уже начинают друг друга закрашивать, чтобы писать. Так как они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. Полиции признаются, по таким объявлениям продавцов поймать достаточно сложно. Они используют разные интернет-программы для общения с клиентами и работают под вымышленными именами. В прошлом году совместно с киберполицией разоблачили только 13 преступников. Складность полагает в том, что происходит бесконтактный сбыт этих средств. Поэтому покупатель, он не имеет возможности и не видит бесконтактного сбывателя этих наркотических средств. Выкористовывают они телеграмм, электронные гаманцы или другие способы оплаты. А медики отмечают в росте наркомания среди подростков виноватые родители. Из-за вседозволенности дети ищут новых ощущений, пробуют дурман. Аж после четвертого приема у них появляется зависимость. Поэтому врачи просят взрослых не оставлять без внимания изменения в поведении детей и не игнорировать опасные симптомы. Елена Медлюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В Закарпатье до сих пор нет вакцины от кории. Это при том, что с каждым днем диагноз подтверждают все большему числу пациентов. В Теческом районе объявили двухнедельный карантин. С сегодняшнего дня и до 5 февраля не будут работать детские сады. По словам медиков, главная причина высокого уровня заболевания в том, что дети не были привиты. Сложная ситуация также в Ужгородском и Хустском районах. Всего с начала года корью в Закарпатье заболели 300 человек. Трое полицейских пострадали в результате взрыва в Бердянске Запорожской области. Подозреваемый в квартирных кражах привел в действие гранату. Сам он погиб на месте. Это произошло утром в центре города. Сотрудники уголовного розыска пришли, чтобы проверить информацию о возможном преступнике. В одном из дворов заметили подозрительный автомобиль. Когда подошли, мужчина бросил гранату. По словам очевидцев, перед взрывом они слышали выстрелы. Сейчас двое правоохранителей в больнице. Еще одному оказали помощь и отпустили. Когда полицейские приблизились к автобусу, один из пассажиров, которым выявился ранее засуденный житель Бердянска, 1987 года, начинал от них скрываться. После того, как полицейские приблизились к человеку, он достал гранату перед ЦФ-1 и подорвал ее. И буквально на прошлой неделе похожий случай произошел в центре Одессы. Участковые с двумя оперативниками приехали проверить информацию о подозреваемом в хулиганстве, который три года находится в розыске. Тот встретил их огнем из самодельного пистолета-пулемета. Правоохранителей ранило, своего товарища, который находился рядом, застрелил. Раненые полицейские выскочили на улицу. Подозреваемый пытался их добить, на помощь бросился прохожий и получил пулю в руку. Полицейские все же смогли застрелить преступника, но один из правоохранителей впоследствии скончался в больнице. Долгая дорога в хоспис. В Закарпатье уже год работает современное учреждение для тяжелобольных. Условия европейские, но оценить их пациенты не успевают. Чтобы попасть туда, нужно потратить столько времени на сбор справок, что люди попросту не доживают. Марина Коваль продолжит. У Надежды тяжело болен отец. Она уже несколько месяцев пытается устроить его в областной хоспис в Виноградове. Пока безрезультатно. Чиновники постоянно требуют все новые и новые справки. Тут пачка, какие девицы, но еще не все. Тут не знаю, сколько штук и богатые. От сельского головы, от лекаря, от населения сусидей. Это еще не хватает. Еще не хватает. Доказывать, что она действительно в центре занята. Не дает деньги в себе, не дает деньги. И в налоговую не подпринимать. Легче, что она померла, чем забрать все бюрократические. Хоспис построили на европейские деньги. Это более миллиона евро. Три этажа, 14 палац со специальными койками. Комнаты для родных, современное оборудование. Если во всех больницах стоят кислородные баллоны, вот, пожалуйста, кислородная станция индивидуального пользования. Но за год работы приняли всего 12 человек. Хотя находиться здесь могут одновременно 25. Заведующее отделением рассказывает, только в Ужгороде желающих больше ста, но попадают единицы. Из-за бумажной волокиты некоторые пробиваются по полгода. Часть людей не доживает. А как можно даже человек, если у него четвертая стадия рака, болевой синдром, и он получает до 20 амполоморфий в сутки. А он что, будет три месяца ждать? Они просто ходят. А в очереди стоят более 100 человек, в одном только в Ужгороде. В Управлении социальной защиты, которое курирует пансионат, уверяют, предоставить нужно всего-навсего 6 документов. Заявление, паспорт, медицинскую карточку и справки. О размере пенсии, составе семьи и инвалидности. Есть и еще одно условие. На бесплатное содержание могут рассчитывать только одинокие люди. Для остальных все за деньги. Если брать, например, лист под месяц, то эта сумма становится примерно 8 тысяч гривен на месяц на одного пациента. Мы интересовались по другим областям. Тоже по-разному сумму колываются. Знаю, цифры были и 10 тысяч гривен и больше. Региональный представитель уполномоченного по правам человека возмущается. Тяжелобольных лишают права на бесплатную медпомощь. Да и основным перечнем документов не отделаться. Оно находится в порядке. Виноградия с гераритарического пансионата установки соцзахиста. Поэтому для того, чтобы добиться путевку соцзахиста и попасть сюда в паллиативное отделение, нужно собрать большой список документов. Представителям Буцмена выход из ситуации видит в том, чтобы перевести хоспис в подчинение областного управления здравоохранения. Тогда людям не придется месяцами ходить по чиновничьим кабинетам. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. В Израиле социальный протест. Люди с ограниченными возможностями перекрывают трассы. Сегодня из-за такой акции под угрозой оказался даже визит иностранного гостя. Чего требует, расскажет Сергей Ослендер. Акции протеста инвалидов в Израиле продолжаются довольно долго. Люди с ограниченными возможностями борются за увеличение пособий. Сейчас они ниже официального прожиточного минимума. Своим оружием инвалиды избрали перекрытие дорог. Причем делают они это неожиданно, чтобы полиция не успела подготовиться. И выбирают для этого самые оживленные трассы. Обычно они колесят такой колонной по дорогам, внезапно останавливаются, закрывают трассу своими машинами и колясками. В этот раз своей мишенью они избрали въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона. Главные, да собственно единственные ворота страны. Там сразу образовалась огромная пробка. Люди начали опаздывать на рейсы и часть вылетов даже пришлось задержать. Все мы понимаем, какие неудобства доставляем нашим соотечественникам. Но только так можно привлечь внимание к нашим проблемам. Только так правительство услышит о наших проблемах. Невозможно выжить на те деньги, которые нам платят. Жертвой этого перекрытия едва не стал американский вице-президент Майк Пенс. Он как раз прилетел с официальным визитом в Израиль. Хорошо известно, что полиция предпочитает в действия инвалидов не вмешиваться. Их демонстрации ни в коем случае не разгоняет силы, а дожидается, пока они сами освободят трассу. Но кортеж Пенса успел проскочить за несколько минут до того, как участники акции протеста перекрыли въезд в аэропорт. Оказалось, что все это работает. В правительстве заметили эту проблему и нашли деньги на увеличение пособий. Несколько сотен миллионов долларов пособия будут увеличивать поэтапно. Но инвалидов это не устроило, и они собираются свои акции продолжать. До тех пор, пока пособия не увеличат одномоментно. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Правительство к Пасхе. Немецкие политики готовятся начать коалиционные переговоры. Зеленый свет дал партийный съезд социал-демократов. Накануне его делегаты со скрипом, но проголосовали за большую коалицию. Подробнее Татьяна Лагунова. За проголосовали 362 делегата, против 279. Один воздержался. Мы начинаем коалиционные переговоры. Мартин Шульц даже не пытался скрыть свою радость. Пусть и с небольшим перевесом, но он победил. И получил от делегатов мандат на начало коалиционных переговоров с христианскими демократами. Но куда больше, услышав эти цифры, наверняка ликовал другой политик. Канцлер Германии Ангела Меркель. Угроза досрочных парламентских выборов миновала. Ангела Меркель таки идет на четвертый канцлерский срок. И приступает к формированию нового правительства. План уже расписан. Коалиционные переговоры стартуют на этой неделе. Ну а завершить их планируют до Пасхи. Решение партийного съезда СДПГ Ангела Меркель прокомментировала сразу же. Дескать, работы впереди много, но справимся. Основой для коалиционных переговоров будет документ, который мы разработали во время зондирования. Но, конечно, еще много вопросов, которые мы рассмотрим более детально. Эти вопросы уже обнародовали СДКи. Все они социальные. Социал-демократы хотят добиться, чтобы контракты по трудоустройству не ограничивали временными рамками. Граждане получали одинаковую медицинскую помощь, независимо от вида страховки. А воссоединение беженцев с семьями было еще более ограничено. Сегодня вечером я встречаюсь с Ангелой Меркель и Хорстом Зейхофером. Мы обсудим дорожную карту. Но сначала этот план утвердим внутри партии. Коалиционный процесс явно будет непростым, но для Ангелы Меркель это все равно вариант гораздо лучший, чем досрочные выборы. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Почему японцы убегали из парка развлечений и как работает первый в мире магазин без касс? Об этом и только в нашем обзоре. В Токийском парке развлечений провели тренировочную эвакуацию. 350 японцев пришли узнать, как действовать, если КНДР вновь решит запустить баллистическую ракету. Большинство людей посадили прямо на работающие аттракционы. Когда громкоговорители предупреждали об опасности, они мигом покидали свои места и бежали к ближайшему метро. Такие тренировки в японской столице проводят впервые. Французский горный городок в долине Шамани завалило снегом. Эвакуировали 60 коттеджей у подножья гор. Местные коммунальные службы вместе с жителями разгребают улицы и дома. Из-за сильных снегопадов риск схода лавин в этих альпийских регионах повысили до максимального. Британская студентка делает эко-мебель из коровьего навоза. Он стал основой для нескольких стульев и цветочных горшков юной дизайнерши Сейн-Мафы. Перед использованием в качестве строительного материала навоз полностью перерабатывают и смешивают со смолой. Потом сырью можно придать любую форму. Также легко материал превращается и обратно в удобрение. Первый умный магазин открылся в американском Сиэтле. В нем нет касс. Их заменяют мобильное приложение и камеры видеонаблюдения. При входе в торговый зал покупателю нужно запустить на своем смартфоне специальную программу, на которой отобразится его личный штрих-код. Поднести телефон к турникету и выбирать товары. Обо всем остальном позаботится автоматика. Камеры и датчики будут отслеживать покупки. А после выхода из магазина деньги автоматически спишутся с банковской карты покупателя. В Париже мировой столице мода начался фэшн-вик. В первый день там открыли выставку, посвященную дизайнеру тунисского происхождения Азидину Алайе. В экспозицию вошла 41 его работа. Алайя моделировал платье еще для актрисы Греты Гарба, а потом и для певицы Леди Гаги. Более 30 дизайнеров со всего мира готовятся предстать со своими весенними коллекциями во время фэшн-события. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.